Стиль ведущих предоставлен магазином Монтон. Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях понедельника, 23 сентября. Смотрите в ближайшие минуты. Около завода «Янтарь» снова прогремел взрыв. Пострадавший с оторванной рукой госпитализирован в многопрофильную больницу. Искали всем миром. В Калининграде задержали предполагаемого насильника 11-летней школьницы. В Гарвард и Кембридж бесплатно. Лучших студентов Калининграда отправят на учебу за границу. Как сделать «Янтарный край» привлекательный для туристов, выясняли министр транспорта и губернатор области Николай Цуканов. В зоопарке «Пополнение» у ослинного семейства Рады и Петровича родился детеныш. Теперь подробнее. Производственная травма или несчастный случай. 23 сентября недалеко от завода «Янтарь» прогремел взрыв. Во время строительных работ один из сотрудников наткнулся на взрывное устройство. 25-летнему мужчине оторвало руку и были нанесены тяжелые ранения. С подробностями наш корреспондент Кристина Булыцына. Сейчас, кроме техники, здесь нет ни одного сотрудника. А еще утром шли работы по восстановлению дамбы. По данным Следственного комитета, водитель экскаватора обнаружил неизвестный предмет, поднял его с земли и ударил им о гусеницу экскаватора. После чего и произошел взрыв. В 10 часов утра 25-летнего пострадавшего привезли в городскую клиническую больницу. В течение 6 часов врачи боролись за его жизнь. Сейчас состояние пациента крайне тяжелое. Мужчина находится под пристальным наблюдением врачей. Пока никаких прогнозов медики не дают. Травма очень тяжелая, с повреждением костей, скелетов, с травматической ампутацией конечности. К сожалению, это произошло прямо на месте травмы и повреждением лицевого черепа. В настоящий момент пациент в крайне тяжелом критическом состоянии находится в реанимационном отделении. После взрыва на место происшествия, кроме скорой помощи, сразу же выехали бригады МЧС и правоохранительные органы. До настоящего времени на месте происшествия продолжает работу следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального управления Следственного комитета. В том числе выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе выясняются причины и механизмы взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе осмотра места происшествия были найдены осколки взрывного устройства. В ближайшее время следствием будет назначено взрывотехническое исследование. Кристина Булыцына, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. А теперь к другим темам. Поиски окончены. Сегодня ночью в районе Южного вокзала правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении. Изнасилование 11-летней школьницы из Большого Исакова. На поиски насильника ушло меньше недели. Не исключено, что мужчина причастен и к другим подобным преступлениям. Подозреваемым оказался 33-летний житель Черняховска. Там же он работал автомаляром в одном из автосервисов. По версии следствия, ранее он был судим за угон. Новое, особо тяжкое преступление изнасилование малолетней совершил также на угнанной иномарке. На тот момент машина находилась в ремонте. Известно, что мужчина не женат и детей у него нет. Изначально был установлен предполагаемый маршрут преступника. Маршрут был полностью отработан. Изъято большое количество видеозаписей. Видеозаписи как с камер наблюдения, так и с видеорегистратором. В результате помощи сотрудников ГИБДД была сделана выборка порядка 59 автомобилей такой марки и модели. Отработав все автомобили, на последнем мы установили, что действительно этот автомобиль находился в городе Черняховске. Владелец этого автомобиля сдал его в ремонт. Сейчас следователи и сотрудники полиции выясняют подробности происшествия. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, 17 сентября около половины третьего дня неизвестный мужчина силой затолкал 11-летнюю девочку в машину, когда та возвращалась из школы. После изнасилования он отвез ее к мотелю на Московском проспекте и оставил там. Школьница до сих пор находится в больнице. Суд из-за сайта. На днях в Калининграде прокуратура провела мониторинг интернет-источников, в ходе которого обнаружила сайты для самоубийц. Они находились в открытом доступе и содержали подробную информацию о способах суицида. По мнению сотрудников прокуратуры, она могла серьезно навредить детской психике. По результатам данного мониторинга были выявлены несколько сайтов, которые содержат сведения о способах совершения самоубийства. Размещение данной информации нарушает требования федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В связи с чем прокурору Московского района в суд направлены два исковых заявления с требованием к интернет-провайдеру ограничить доступ к интернет-сайтам, содержащим сведения о способах самоубийства. Разыскиваются вампиры, оборотни, ведьмы и другая нечисть. В преддверии самой страшной ночи года – Хэллоуина – Первый городской канал запускает новый конкурс. На самый ужасный фотоснимок. Присылайте нам свои фотографии в костюмах и со страшным гримом. И голосуйте сами за других участников. В альбоме группы Первого городского канала ВКонтакте уже появились первые фотографии. Проголосовать за них, а также самим поучаствовать в конкурсе можно прямо сейчас. Приятно видеть, что телезрители как-то сразу откликнулись на данный конкурс. Я думаю, что у многих сохранились фотографии с прошлых Хэллоуинов, и это прекрасная возможность поучаствовать в данном конкурсе и выиграть хороший приз. Победителем станет набравший наибольшее число репостов и комментариев плюс один. Итоги подведем 31 октября в торговом центре «Кловер». Здесь в рамках празднования Хэллоуина состоится торжественное награждение победителей. А также пройдет конкурс на лучший ужасный костюм. Всем победителям страшный аквагрим в подарок. Проведите эту ночь вместе с Первым городским каналом. Смотрите во второй части нашего выпуска. В Гарвард и Кембридж бесплатно. Лучших студентов Калининграда отправят на учебу за границу. Как сделать янтарный край привлекательный для туристов, выясняли министр транспорта и губернатор области Николай Цуканов. В зоопарке пополнение. У ослильного семейства Рады и Петровича родился детеныш. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. В Калининграде появится новая набережная. А лучшие студенты отправятся учиться в Кембридж и Гарвард. Об этих и других новостях вам расскажет моя коллега Анастасия Данникова в рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте. На льготные авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург областное правительство выделит дополнительные 50 миллионов рублей. Уже сейчас ими воспользовались более 180 тысяч человек. Напомним, стоимость таких билетов на маршруте Калининград-Москва составляет 3800 рублей в одну сторону. Кроме того, в следующем году их продажу планируют открыть через интернет. По улице Черняховского в ближайшую неделю перестанут ходить трамваи с 8 часов вечера и до 6 утра в связи с проведением ремонтных работ. С 23 сентября по 1 октября этот вид транспорта перестанет курсировать на участке от улицы Горького до улицы Сергеева. На это время маршрут трамваев номер 3 и номер 5 будет направлен с Советского проспекта на Ленинский проспект, затем на улицу Шевченко. На набережной Трибуцу началась реконструкция. Территория от улицы Лесопильной до 2-й эстакады уже огородили забором. Основная часть работ пройдет зимой. Завершить ремонт планируют к 2015 году. Длина новой набережной составит около 2 километров. Также по планам на набережной появится 17 смотровых площадок, променад, детские площадки и причал. До конца этого года на 6 пешеходных переходах появятся новые фонари. На их установку власти планируют потратить 33 миллиона рублей. Фонари установят на Московском проспекте и на улице Невского. Также светлее станет в поселках имени Космодемьянского, в Суворово и в Совхозном. В 2014 году правительство области отправит лучших студентов учиться за рубеж. По словам губернатора, сейчас в регионе подготовка специалистов находится не на должном уровне. Теперь ежегодно 20 калининградских ребят будут обучаться за счет бюджетных средств в разных институтах мира. Выбирать счастливчиков будет специальная комиссия. Курсы валют на 24 сентября. Доллар США 31 рубль 91 копейка. Евро 43 рубля 20 копеек. Литовский лит 12 рублей 51 копейка. Польские злоты 10 рублей 22 копейки. Калининград – туристический центр Европы. Как превратить мечту в реальность – обсудили накануне. Наш город с рабочим визитом посетил министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с Николаем Цукановым они обсудили план реконструкции Храброва и его перспективы для города. Встреча министра и главы региона прошла прямо на территории аэропорта. Здесь Соколов проверил ход работ. Это строительство рулежных дорожек, мест стоянок самолетов и авиационной метеостанции. Подробнее о реконструкции рассказал сам министр. Мы удлинили взлетно-посадочную полосу, чтобы увеличить возможность приема самолетов любых типов на полосе 3350 метров. Это позволит нам принимать практически абсолютно все типы российских и международных самолетов. Основная задача реконструкции – превратить Храброва в так называемый хаб – пункт пересадки пассажиров со всей России. Отметим, сроки реализации проекта ускорили. Часть строительства закончат уже в этом году. На два года раньше, чем планировалось. Эксперты прогнозируют, проект затронет важнейшие сферы развития региона. Новые возможности появятся у местного бизнеса. Расширится география полетов, а их качество заметно улучшится. Сам Калининград, по словам министра, станет привлекательнее для туристов. В Калининградском зоопарке долгожданное пополнение. Ослица Рада и осел Петрович стали родителями. Нашей съемочной группе первой удалось увидеть счастливое семейство. А заодно и проверить, насколько оправдана фраза «упрям, как осел». День моего рождения. Сегодня? Хотя кого это интересует? В отличие от Ослика Иа из всем известного мультфильма, нашего героя можно назвать настоящим оптимистом. Новый житель Калининградского зоопарка с виду очень жизнерадостный и активный. Хотя ему всего три недели. Родился детеныш 7 сентября. Ослица Рада с него глаз не спускает. Для нее это долгожданное потомство. Вынашивают детенышей ослицы целый год. Главу семейства Петровича держат пока отдельно. Нрав у него, что называется, мужской. Да и самке после родов надо передохнуть. Вопреки общему мнению об ослах, как говорят сотрудники зоопарка, работать с этими животными – одно удовольствие. Как весело. Как большие собаки. Ласковые, добрые, общительные. Имя осленку пока не придумали. Пускай еще немного подрастет. Пока он питается молоком матери, но уже интересуется привычной для ослов пищей. Родители приехали в Калининград в 2011 году из Краснодара. Пара молодая, поэтому сотрудники зоопарка не исключают – будет еще потомство. Пока осленок растет и крепнет. Скоро может и характер проявиться, как у папы Петровича. На сегодня это все. Если и вы стали свидетелем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канал 1собакамейл.ру Напоминаю, все наши новости дублируются на сайте 1городской.ру. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Стиль ведущих предоставлен магазином «Монтон». Субтитры создавал DimaTorzok